А пока во Франции голосуют, в Германии и Австрии намерены запретить другое волеизъявление. Власти этих стран заявили, что не допустят на своей территории проведение референдума о введении в Турции смертной казни. А немецкая миграционная служба сообщила о том, что резко возросло количество просьб о предоставлении политического убежища от граждан Турции. Подробнее Татьяна Лагунова. Дипломаты, военные, судьи и члены их семей. Турецкие госслужащие просят убежища в Германии. По данным немецкой миграционной службы, только за последние месяцы ее сотрудники получили почти полтысячи подобных ходатайств. Турецкие госслужащие просят убежища по политическим мотивам. На родине их обвиняют в связях с движением проповедника Гюлена и причастности к организации путча. Имена и должности просителей власти Германии не уточняют. Но известно, что среди них есть военнослужащие НАТО, которые ранее были дислоцированы в Бельгии. И военные атташе работавших в посольстве Турции в одной из африканских стран. Ходатайства немцы сейчас рассматривают, будут ли они удовлетворены. Официальный Берлин пока не сообщает. А вот с чем власти Германии точно определились, так это с возможным референдумом о введении смертной казни в Турции. Позиция четкая. Турки, проживающие на территории страны, принимать в нем участие не будут. Германия не разрешит проводить голосование по этому вопросу на своей территории. Позицию Германии поддержала и соседняя Австрия. Более того, европейские политики заявили, если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении страны в ЕС будут немедленно прекращены. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.